итак начинаем наше новое платье где-то длина 45 сантиметров от талии а силуэт без нагрудных и талиевых выточек будет легкое приталивание вот здесь по боковому шву и чуть-чуть расширение к низу но будет чуть-чуть фолдить а значит без рукавов обыкновенная пройма идет на два сантиметра усеченная и здесь будут валанчики из шифона основное платье из шелка такого бирюзова бирюзового цвета красивого вот это шелк красивый бирюзовый цвет а вот это шифончик который я хочу поставить на вот тут вот по всей по всему кругу проймы и вот думаю как же лучше сделать либо вот такой вот вырез горловинку да и с валанчиками из шифона либо без шифона а только по рукавам ну по проймам валаны из шифона потом думала что может быть сделать просто обыкновенный спущенный рукавчик где-то на 5-10 сантиметров ниже точки плеча тоже здесь в районе бокового чуть чуть ниже груди легкое приталивание и раскрешение к низу и может быть сюда валанчик поставить из шифона и вот третий вариант то есть тут лодочка до рукавчики и шифончик а это же а силы в общем сейчас буду смотреть чего больше лучше получается но я все-таки склоняюсь к этому варианту то что сейчас лето жарко хочется скажем так побольше себя оголить чтоб точно все дышало не такой жарко было скорее всего что без валанов наверное все таки получится по горловине что-то как-то вот сильно на ляпистом не так кажется получается все вот этот вариант хороший тоже мне очень нравится ну все таки хочется сейчас жара летом все-таки сделать хоть какой-то вырез спереди ну и потом естественно в самом самом конце заснимем окончательный вариант будет видео всем привет это я ваш мастер и преподаватель а светлана матус сейчас мы находимся в арт мастерской и сейчас я вам буду показывать как же можно сделать выкройку из обыкновенной выкройки которые у вас есть например с нагрудными и талиевыми вытачками сделать платье а силуэта а она у нас будет без нагрудных и без талиевых вытачек без молнии а вместо рукавов у нас рукава валанчики из шифона а само платье мы сделали из шелка но вы также вы можете сделать как из хбшки или более других легких тканей ну такой плательный ассортимент можно даже и штапеля его делать шелковых каких-то вариантов полистеровых или натурального шелковых как данном случае у нас так как же это сделать вот смотрите ну и как обычно перед тем как крыть ткань мы начинаем с того что мы ее утюжим а еще перед утюжкой мы ее стираем машинки при том режиме при котором мы будем стирать наше платье то есть градус порошок отжим эти факторы крайне крайне очень важны и дальше значит тогда мы складываем нашу ткань лицом к лицу кромка тут она мне практически не видно и и сейчас будем утюжить с паром только смотрите вот сейчас хотя бы вот таким вот уголком проверяйте нормально ли чувствует себя ткань под данным градусом утюга или как вообще вот это шелк он конечно вот ездит его крайне крайне сложно будет утюжить может даже придется утюжить его в один слой но желательно с ознанки до чтобы он вот так не тянулся вот этой вот подушкой он бывает что как прилипает видите так как прилипает либо вот такими движениями лучше так не делать и либо придерживать одной рукой и утюжить то есть либо вот такими вот движениями да здесь до сгиба ткани никогда не доходим 5 сантиметров сгиб ткани не фиксируем да не дошли 5 сантиметров а потом ее отдельно будем утюжить да я думаю что будет хорошо утюжить просто надо чуть-чуть придерживать второй рукой вот здесь вот хорошо вот так весь кусок вы сейчас от утюжим и перейдем к утюжке серединке потом дальше покажу да вы все навели сейчас будем накалывать параллельно низу а кстати про припуск по низу полтора сантиметра может конечно ему роли высшего ставим но не знаю пока скорее всего что пока это будет обметанный край завернутый на полтора сантиметра где-то на 07 на на 1 сантиметр просроченный от края так как накалываем булавочками убираем линейки вот эти вот все да и параллельно низу за припуск вот так вот будем накалывать везде да ну то конечно уберем выкройку выкройка нам уже в данном случае уже не нужна и да я не проговорила что я все прижимая никогда выкройку не прикалываю к ткани вы как только начинаете прикалывать выкройку ткани начинается жуткая деформация ткани всего остального тем более в шелках это вообще недопустимо сейчас я покажу как будут наколоть наколоть эти две половинки и начинаем скалывать нашу обтачку видите плечо к плечу лицом к лицу видите обязательно вы складываете до миллиметра вот эту вот часть которая ближе к шее вот эту часть а там уже сколько получится но если вы правильно всегда наводите припуски у вас идеально это это сторона совпадает то же самое с этой стороны вот это должно быть до миллиметра вот на сантиметрик тут должны четко четко совпадать вот эти два среза и делаем закрепку два с половиной миллиметра стежок и в конце делаем закрепку пока сейчас стачиваем и еще один важный момент старайтесь работать без пара это плечевой ведь я разложила его на расстоянии пяти шести сантиметров он лежит ровно и теперь при утюживаем так же само второй плечевой и сейчас покажу как будем заутюживать заутюживать мы будем плечевые на спинку и боковые на спинку вот таким вот образом она наколото только когда мы при посаживаем мы же накалываем булавки со стороны той ткани которые мы при посаживаем и идем сейчас строчить 4 миллиметра стежок начинаем где-то задние половинки без закрепок а мы сейчас про строчим по кругу пройдем без закрепок перейдем этот шов где-то сантиметров на 5 обрежем нитки будем строчить как мы изначально закладывали 7 миллиметров ширина шва ну то есть от среза припуск у нас 7 миллиметров был вот потом мы будем посмотрим будем делать надсечки или нет или просто срежем на 5 миллиметров припуска ставим потом будем выметывать и делать отделочную строчку 4 миллиметровой строчкой на два-три миллиметра от края потому что дело здесь чистый край конечно хорошо даже лучше было бы но я думаю что все таки лучше делать отделочную строчку потому что потом когда вы будете это платье стирать постирали на вешалке на высохла одели и пошли все а если в чистый край ткань здесь очень такая что не очень то она любит чтобы и утюжили там дополнительно если бы это было бы платье на подкладке тоже бегом конечно делали бы в чистый край она будет держала подкладка являлась бы обтачкой одновременно вот а так будем сейчас строчить и когда вы выметываете но чаще всего я начинаю со швов это плечевой делайте два раза на одном месте и вот так вот выправляете чтобы было в раскол или вот видите как длина ребро еще называет чтобы одинаково было с той и с другой стороны количество ткани и чтобы у вас видны были вот эти стежки чтобы друг туда ткань не запала чтобы хорошо отработали шов то есть вот так я делаю вот так вот и фиксируете то есть так прокатали если пальцы ткань не чувствует можно чуть 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 их увлажнить вот в итоге второй плечевой мы проходим вот так и делаются вот такие косые стежки то есть вы все время в кость вот так ставите иголку и не доходите где-то 2 3 4 миллиметра до края не надо прям туда в край иначе у вас потом отделочная строчка кривая будет вот то есть вот это в раскол как правильно выметывать знаете настолько волшебненько и красивенько просто замечательно сразу меня вдохновило на многие другие еще модели можно такой платья длинным сделать именно шифоновые вот эти рукавчики как она красиво смотрится ну и теперь сейчас я пока не перенос перед не перенастроила ролевый шов то я щас по кругу буду обметывать ролевым швом и насколько могу растягивать вот этот вот шифончик будет еще красивее волна лежать какая красота здесь смотрите потом будем с вами уже заниматься делочными строчками предлагаю ничего не утюжить по горловине строчить 4 миллиметра стежок вот а только потом будем утюжить чтобы не надо было два раза убирать вот эти вот не два раза не надо было убирать следы от выметки смотрите как хорошо получилось видите и вот этот протянутый кончик обрезаем под корень вот эту ниточку оверлака красота какая ну и вот наша супер красивая платье готова тем кто хочет получить мастер-класс по пошиву крою и выкройки этого платья стоимость мастер-класса будет 500 рублей очень недорого либо 250 гривен либо 10 долларов и у вас супер мастер-класс есть потому что по этому мастер-классу можно будет вводить это платье производства здесь четко пошагово все рассказано показано вот и в том числе то есть вот вам карты в руки вот это прекрасное платье я в него если честно влюблена просто потому что фактически его можно делать очень быстро вот и реальное время а сколько я его делала но вот не спеша совершенно не спеша три дня вот если сократить это время и если надо очень быстро то за день вы вполне справитесь но поскольку сейчас август жара сильно быстро работать не хочется то вот три дня вот а так за день аж бегом но зато оно невесомое оно не прилегает да в районе талии там бедер оно такое полуприлегающее оно подчелки подчеркивает силуэт что есть талия бедрышки грудь то есть оно настолько эффектно выглядит и если вы даже в интересном положении то ничего не будет видно примерно даже в районе 6 месяцев например а в жару в лето в августе или там июле в июне может еще сентябрь будет очень горячим то вообще это платье просто кладезь во первых оно там продувается все в спинке там спереди тоже ну вот одно удовольствие носить это платье из шелка его можно сделать из хэбэшки из чего хотите можно делать показываю как она выглядит обалдиться тоже сзади чуть-чуть то есть очень рекомендую это платье даже делать в пол будет во первых очень быстрый результат и действительно реально вот можно будет какую-нибудь вечеринку одеть а если вы белого цвета сделаете вы готовая невеста вот так что если вы хотите приобрести мастер-класс этого платья то пожалуйста вот 500 рублей или 250 гривен или 10 долларов пишите в комментариях или пишите мне на почту я там пишу как со мной можно связаться пожалуйста я вам вышлю чудесный этот мастер-класс с четким пошаговым описанием обработки сначала мы строим выкройку с вами потом мы краем потом и пошагово обрабатываем то есть чудо платье которую этот мастер-класс можно сразу же вводить производство и таких платьев очень очень много делать я вам хочу сказать что платье прошло успешно проверку 40 градусной жарой в нем вообще не было жарко все продувается легчайшее вообще практически не чувствуется вообще на теле ну естественно и прошло испытание четырехлетним ребенком то есть все великолепно замечательно можно таких много-много нашивать из разных тканей ну и конечно же пускать производства